Чуть больше месяца назад президентом подписано постановление о дополнительных мерах по эффективному использованию действующих пастбищ и поддержке переработки шелка и шерсти в республике. Документом определены меры по увеличению объема промышленного производства феррулы в регионах республики, а также оказание практической помощи в наращивании объема экспорта. Тему продолжит Дельфуза Хакимова. Феррула – многолетние травянистые растения, относящиеся к семейству сельдереевых. В этом году насчитывается более 160 видов данного растения, 104 в республиках Центральной Азии и около 50 в нашей стране. По оценкам специалистов, на одном гектаре можно вырастить 30 тысяч кустов сырья. При средней урожайности 50 граммов саженца можно получить до 1500 килограммов сырья с гектара. Если экспортировать 1 килограмм сока феррулы за 120 долларов США, то с гектаром можно заработать 180 тысяч долларов. Соответственно, при правильном управлении системой земледелия можно получить весомую прибыль. В нашей стране выращиванием феррулы занимаются 38 хозяйствующих субъектов. Ими в прошлом году было экспортировано 245 тонн данного растения на сумму 6,4 миллионов долларов. Однако, если в полной мере использовать имеющиеся возможности, эта цифра может быть значительно увеличена. Исходя из этого, Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности поставил перед собой ряд задач. Проводятся встречи с предпринимателями, работающими в этой сфере. Существующие проблемы рассматриваются объективно и решаются на месте. В разрезе областей мы зарегистрировали 93 300 гектаров пастбищ естественно растущей феррулы. Они сегодня в очень плачевном состоянии. Если 5-10 лет назад на одном гектаре росло 1500 кустов феррулы, то сегодня до 20-25 кустов. Это результат незаконного использования этих площадей в течение последних 10 лет. Несоблюдение агротехнических правил. Поэтому сегодня мы хотим помочь предпринимателям, которые собирают всего 50 килограммов феррулы в год. 93 тысячи гектаров пастбищ будут переданы предпринимателям. И перед нами стоит задача вернуть пастбище в прежнее состояние. Общество с ограниченной ответственностью ВОКЭА планирует к 2026 году вырастить феррулу примерно на 14 гектарах. Отметим, по 10 соток этой земли было выделено семьям, нуждающимся в социальной защите. Феррула растет в основном на холмистых, горных и предгорных равнинах, в семи регионах страны, на чистых почвах. По словам специалистов, в будущем в стране будут созданы семь кластеров по выращиванию данного растения. Каждому из них первоначально будет выделено по тысяче гектаров земли. И цель в течение семи лет создать плантации феррулы на 49 тысячах гектарах. Увеличение количества плантаций феррулы в нашей стране также повысит экспорт сыря. Тысячи граждан будут трудоустроены. Известно, что на одном гектаре поля можно создать одну постоянную и пять сезонных рабочих мест. Это означает, что на 7 тысяч гектарах земли будут трудоустроены 42 тысячи человек. Если довести эту цифру до 49 тысяч гектаров, будет обеспечена занятость 250 тысяч человек. Если наша работа будет продолжаться в соответствии с намеченным планом, уже весной будет сформирована плантация феррулы. Комитет окажет нам всю практическую помощь в этом направлении. На встречах с иностранными инвесторами и предпринимателями на местах выдвинуты практические предложения по сохранению естественного генофонда феррулы, внедрению в систему контроля за его естественным разведением, обеспечению роста популяции данного вида растения, увеличению экспорта, созданию производственных мощностей. Определяются важные направления развития отрасли. Продолжение следует...